На сегодняшний день действительно продолжается рост заболевания гриппом и ОРВИ. В целом мы оцениваем ситуацию сегодня как совершенно стабильную, она в соответствии с периодом года и измеряется с недели в соответствии с периодом прошлого года. В целом на сегодняшний день отмечается заболевание ОРВИ в пределах более чем 24 тысячи человек, особенно здесь у нас выделяется город Саратов, это 9,5 тысяч человек сегодня болеют острыми респираторными заболеваниями. При этом вот та вынужденная мера, которая была совершенно правильно принята на территории области, связанная с закрытием целого ряда общеобразовательных школ на сегодняшний день и учебных заведений, это 654 учебных заведения, это совершенно оправданное, это подтверждает результаты мониторинга. На сегодняшний день соотношение недели к неделе, прошлой неделе соответствующая к текущей, говорит о том, что подъем изобреваемости в рамках двух этих недель не наблюдается. Необходимости каких-то особенных дополнительных мероприятий мы сегодняшний день не видим. Мы имеем сегодня полный набор в рамках работного плана мероприятий лекарственных препаратов в полном объеме, достаточно для оказания медицинской помощи, и средств индивидуальной защиты, от средств дезинфекции до марлевых повязок, и все, что все это имеется в достаточном количестве в наших лечебных учреждениях и аптечном фонде. На сегодняшний день в 23 регионах Российской Федерации отмечается превышение эпидемических порогов по заболеваемости респираторами и вирусными инфекциями, в том числе в 28 субъектах среди школьного возраста. Те мероприятия, которые уже обозначил Александр Михайлович, в первую очередь о приостановлении учебного процесса как основной меры профилактики среди детей и подростков, она оправдана, она применяется у нас своевременно и на протяжении последних лет показывает положительные результаты по свертыванию эпидемического процесса в зимний период. Кроме того, как я уже говорила, в соответствии с постановлением, в котором отмечено ректором вузом, предложено приостановить учебный процесс при нарастании заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Кроме того, безусловно, хотелось обратить внимание и в адрес индивидуальных предпринимателей, юридических лиц направлено предписание об усилении дезинфекционного режима в связи с ситуацией с респираторными вирусными инфекциями в крупных торговых центрах, в местах массового скопления людей, кинотеатрах и так далее, гостиницах и так далее, предприятиях общественного питания. Это проводится ежегодно, это проводится как профилактическое мероприятие при этой группе инфекционных заболеваний. Что на данный момент делает Министерство образования? Это в обязательном порядке, конечно, чтобы у нас учебный процесс не нарушался, и мы проводим дезинфекционное обучение наших учащихся, держим на особом контроле. Конечно, сразу хочу попросить, может быть, и слова извинения, и прощения за то, что родители, мы все с вами родители, и понимаем прекрасно, что сейчас большой объем работы практически ложится на ваши плечи, потому что детки должны выполнять домашнее задание дезинфекционно, а вы в то время, как приходится с работы, проверять. Поэтому, наверное, слова вам благодарности за то, что вы необходимую работу проводите с нашими ребятишками. Ну и самая важная составляющая, которая волнует сейчас всех родителей, это будут ли отменяться каникулы у детишек начальных классов. У детишек начальных классов, конечно же, каникулы отменяться не будут. А дальнейшая вся ситуация, как у нас будет продолжаться карантин, мы будем смотреть происходящим. В соответствии с тем же постановлением главного государственного санитарного врача Саратовской области, нам предписано сейчас ввести ограничительные мероприятия в учреждениях здравоохранения, организовать ряд мероприятий, направленных на проведение дезинфекционных работ в учреждениях. То есть здесь мы и режим обработки поверхности изменили, и усилили проветривание, кварцевание помещений, и вопросы ограничения посещения пациентов в учреждениях Саратовской области. Мы также развернули имеющийся у нас фонд инфекционных коек и реанимационных коек. При необходимости мы готовы его постепенно увеличивать, но пока на данный момент по взрослому населению совершенно точно такой необходимости нет. За последний промежуток времени, в течение которого идет вспышка в Китае, проведено достаточное количество и совещаний, обучающихся семинаров как со стороны федерального центра, так и здесь у нас на территории, как на уровне Минздрава, так и по всем лечебно-профилактическим учреждениям нашей системы здравоохранения, включая и частную систему здравоохранения, мы их тоже к этой работе привлекаем, потому что они тоже оказывают медицинскую помощь. На сегодняшний момент времени на территории области заболевших данным коронавирусом нет, но тем не менее настороженность у всех медицинских работников на сегодняшний момент вред не должна быть. Мы обо всем этом регулярно рассказываем. 7 числа будет очередное у нас совещание на эту тему, потому что вирус новый, какие-то новые водные появляются эпизодически и со стороны Роспотребнадзора Минздрава России, поэтому мы здесь стараемся максимально держать руку на пульсе, и, как уже правильно сказал Александр Михайлович, мы понимаем, каким образом этих пациентов, что с ними, если они такие будут делать, каким образом их изолировать, и, если будет необходимо, то каким образом их лечить. У нас на территории области, по данной области, находится 138 представителей Китайской Народной Республики. Эта цель подключена по новому вузу, в основном, это наш Саратовский государственный университет и наша главная консерватория. Поэтому и здесь все эти вопросы тоже находятся на контроле, с учетом их предмечения. Есть что добавить? Единственное, что вот к этому уточняющее наблюдение организуется только за теми, кто прибыл в последние 14 дней на территорию Саратовской области. Сейчас и Минздравом, и Росздравнадзором, совместно и с Саратовским аптечным складом проводится активная работа по взаимодействию с производителями, поставщиками медицинских масок, для того, чтобы их было достаточное количество не только в медицинских организациях, но и в розничной аптечной сети. Но и я все-таки, пользуясь случаем, хотел бы еще и обратиться и к вам, и к гражданам, для того, чтобы здесь не было никакой абсолютно ни паники, ни нагнетания какой-то обстановки, потому что где-то, когда кто-то приобретает избыточные запасы каких-то медикаментов и масок, это совершенно неправильно и необоснованно, не нужно, просто не нужно этого делать.